Мартис, здравствуйте. Ну вот ваш этот файл. Не подъемный совершенно. Давайте посмотрим на его структуру. Значит, вид, структура. Ну, это не информативно, вот так смотрите. Гораздо полезнее сделать вот так. Файл. Так, параметры. Дополнительно. И вот здесь, мне нравится, 4 сантиметра дать, и будет красиво. Вот видите, здесь у нас текст, а здесь у нас название стилей, которыми текст оформлен. Тут файлок еще есть вот такой, показывает только первую строку. Вообще можно всю книжку, прямо несколько страниц ужать и видеть структуру. Значит, что у нас есть? У нас есть текст, это стилем обычно набрано. Есть заголовок 1. Это тоже заголовок 1. Это заголовок 2. Обычный, обычный. Ну и так дальше. В общем, получается, что у нас здесь есть только 3 уровня текст и 2 уровня заголовков. И этот файл разбил на 4 части, потому что он целиком не обрабатывается у меня. Сейчас я покажу, как это все будет выглядеть. Вот у меня в файлах такая заготовка есть. У меня есть 4 файла Сыркина. Точнее 5. Один как шаблон, а во втором только стили. Значит, какие здесь есть стили. Ф11 нажимаем. Это текст, то, что я показывал. И заголовок 2, и заголовок 1. Вот мы сейчас импортируем этот текст. Сыркин 1. Первая часть. Показываем параметры импорта. И вот здесь у нас вот стиль обычный. Мы сделаем абзац и стиль текст. Заголовок 1. Будет у нас заголовок 1. Заголовок 2. Будет заголовок 2. И сохраним этот вариант. Вот как MGDoc. И можно запустить обработку. Вот видите. Hydra 1. Это текст. Но плюсик, видите, тут остался шрифт из варда, который был. Но это проблема индизайна, который текст таки сейчас исправляет. В последней версии он исправит. Я пришлю эту версию. Якобы Hydra 1. Но по факту совсем другая гарнитура. Вот. Идем в... Ставим курсов текст. Запускаем текст таки. И смотрим. И он говорит, что потеряно 5 сносок. Раз сноски потеряны, значит нам сюда идти пока рано. Обрабатывать пока рано. Значит мы это дело сворачиваем. Удаляем. Снова идем в наш файл. Вот этот первый. Открываем его. И спускаем макрос, который собирает сноски. Что меня смутило. Что там был квадратик, а не цифра рядом с этим словом. Макрос. Это вид. Макросы. И вот это фотос, то текст, это то, что Боря Кащеев сделал. Это работает замечательно. Выполнить. Все. Вот оно уже собралось. Сохраним это дело. Сохранить как? Я уже тренировался. Один, букву F добавим. И закроем. Идем в наш файл. Импортируем этот файл. Флажок стоит. Выбираем вариант обработки текста. Вот это. Все, структура сохранилась у нас. Теперь отпускаем до текста окей. Тут кажется, что все в порядке, естественно. Ну, здесь у меня что? Съема уделения на слоги. У меня стандартный набор всегда. Мне нравится вот такой набор. Дубуквенный не отрывать. Но я думаю, что это очень жесткое условие. Пусть будет однобуквенный. Давайте сохраним. Шпат, я имею в виду 75%. И вот такие установки. Обработать. Ну, вот 4 минуты и все обработано. Такой, в общем-то, небольшой текст обрабатывается достаточно долго. И теперь видите, у нас Hydra 1 без всяких плюсов. Я здесь шрифт назначил Камбрия в этом варианте. То, когда вы выбросили текст Шрифт, он иногда оставляет розовые квадратики. Камбрия имеет все начертания. То есть, здесь ни одного знака потеряно не будет. Кстати, хороший шрифт. Теперь надо выставить эти сноски. Надо выставить эти сноски. Вот то, что InDesign заплел сюда. Для выставления есть скрипт. Выделяется весь текст. И скрипт он находится вот здесь. Сноски из тегов. Вот он обработал это дело. Вот я не знаю, вот это единица и звездочка. Это вы с этим разберитесь сами, что вам здесь нужно. Как-то это неправильно. Вот я думаю, что здесь кулужирный курсив – это случайность. Давайте мы с ним расстанемся. Без стиля. Ну, здесь, наверное, все-таки должно быть единица. А звездочка здесь, наверное, не нужна. Звездочка здесь не нужна. Такое оформление сноски мне тоже не нравится. Такое оформление сноски мне не нравится. Текст, параметры сносок текста. Это, то есть, стиль абзаца – вот это. Есть лучший вариант. Почему мне не нравится? Вариант есть лучше. Вот такой вариант. Идем. Вот у тех статей. Папка «Инфо». И вот здесь пять вариантов оформления сносок. Запускаем его. Тут объяснение. Результат. Вот пять вариантов. Мне сейчас, на сегодняшний день, нравится вот этот вариант. Когда сноска висит, а текст идет в колонку. То, что называется научный вариант оформления. Для этого мира я возьму его. Копирую. Билл в текст. Иду в нашу верстку. Рисую фрейм. Вставляю. И фрейм можно удалять сразу. Потому что эти стили уже, вот они подхватились. Это текст один для первого абзаца. А это для второго и следующих абзацев. Ну и есть тоже. Должен были появиться маркеры. Вот. Вот новый сайн. Как теперь это зарядить, чтобы это заработало все? Идем сюда в текст. Параметры сносок документа. И вот здесь. Говорим. Вот это. И все. Больше ничего не надо. Разделитель не надо ставить. Символы тоже. Дальше все сделает скрипт. Достаточно указать только стиль абзаца для первой сноски. Для стиль первого абзаца сноски. Указали. Теперь выделяем текст. И здесь сделать сноски безупречными. Do footnotes. Окей. Это на всякий случай. Что-то на себя влетает. Ну не знаю. И вот мы все сделали. Вот так будут выглядеть сноски. По-моему это красиво. Ну собственно, у меня тут и все. Таблица это отдельная работа. Разменка так сделана. Вот эти ваши примечания. Ну, наверное так надо. У нас где-то автор курсивом. Где-то наоборот автор прямой, а текст курсивом. Ну, это уже не вопрос скрипта, не вопрос разметки. Это вопрос уже внимательной работы с текстом. А так для ощущения. Это вот первый был файл. Закрываем его. Сохраняем. Сверкин 1. Закрываем. Сверкин 2. Он пустой. Тут ничего нет. С ним та же самая история. Мы должны импортировать текст. Вторая часть этого большого файла. Флажерок должен стоять. Говорим условия импорта. Мгдок. Тут у нас все настроено. Обработать. Хидр 1. Это текст. Перейдем до текстов. Запускаем. Сейчас нельзя запускать этот, который useCurrentSet. Надо узнать насчет сносок сначала. Первым делом. А то может пустая работа быть выполнена. Смотрим. Потерянные есть. Значит, тот же самый путь. Удаляем. Удаляем. Идем в вардовский файл. Запускаем этот текст. Возьмем текст. Так. Вид. Макрос. Выполнили. Сохранить как? У нас буква файл. У нас буква файл. Чтобы сказать идущий вариант. Сохранить. Закрыть. Импортируем. 2F. Вот он. Флажок стоит. Уработка по такому правилу. Структура сейчас будет перенесена. Вот вся структура у нас. Запускаем в текст. Окей. Ну и сейчас уже можно US-Carrant Set запускать. Ну вот. Что-то получилось. Здесь у нас уже Hydra 1. Без всяких плюсиков. Нашли в Камбре. Выбранный нами. И надо вернуть сноски. Теперь надо вернуть сноски. Где они у нас есть. А вот они вот здесь. Курсур в текст. Сноски из тегов. Так. Ну опять вот здесь та же самая история. Нам надо вот этот файл запустить. Взять эту сноску отсюда. Нам кажется эту сноску включить в набор стилей вот этих. Тогда это было бы быстрее. Ну ладно. Включим. Включим. Так. Появилось. Так. Появилось. Давайте сразу сохранить. Это сохранить. Это закрываем. Открыть циркину 3. закрываем. Стиль уже появились нужные нам. циркин 4. и талоны тоже на всякий случай. Вы будете делать, чтобы у вас вот и уже было. циркин 4. Все. А теперь нам нужно здесь развернуть наши сноски. Или мы их... А мы их уже развернули, да? Мы их уже развернули. Мы только не знаем, почему у нас вот такие дурацкие полужирные. Ну вот опять же это работа с текстом. Это нормальный случай. Shift 11. Стиль. Так. Мне не нравится. С этими звездочками вы разберете сами, я думаю, да? Текст, параметры сносок, документа в макете смещения 0. Полмиллиметра вверх, допустим, 4. Вот опять же это бантики. И теперь надо запустить скрипт, в которой все сноски приводят в порядок. Это идем до текст статей сделать сноски безопречными. Надо только текст здесь выделить. Наверное, шпатцы. А, ну да. Ведь я же здесь я не назначил здесь караметры сносок документа, я здесь стиль не указал нужный нам вот этот, потому он ругается. Сейчас все будет работать. Все. осознание. Осознание. пробел здесь пробел 75%, а это 100%. Чуть-чуть равен свой, как есть. Бог в деталях, черт тоже. там же. Так, все, сверху второй готов. Закрываем. Открываем файл третий. В него точно так же импортируем третий док флажок. Флажок стоит. Выбираем как бы будем приносить структуру вот по этому правилу, чтобы были вот эти подробности. Про файл я пока ничего сказать не могу. Я их не понимаю, эти конфликты. Запускаем до текста кей, который make new set, чтобы простойски узнать. потерянные есть. Ну да, значит, значит, не судьба. Сразу так. Идем сюда. Вызываем третий файл. Сразу вид макроса выполнить, сохранить как луквы F. Закрыть. Идем сюда. Ctrl-D. этот шажок стоит. Шажок Тоже можно use current set запускать. перенести. Ну вот, перенесли. Обработали. Давайте вернем сноске сначала. Так, готово. Идем сюда в параметры сносок документа. здесь собираем то, что нам нужно. Вот это. Окей. И сделать сноски безупречными. Ну да. так, сделали. А вот там еще какую вещь хочу показать. Еще такая программка есть, которая избавляет нас от хлама, который приходит вместе с файлом из варда. Минуточку. Тут как-то не особо. Тут знак сноски. Тут есть какой-то вот суперскрипт. Здесь стиль footnote.js появился. И текст сноски лишний совершенно стиля. Тут есть файл новый скрипт в новой версии дизайн. В новой версии дотексаке он будет. Ставим кусок текст. Влияет от фрагментского хлама. И все, что не используем в стиле и цвета будет удалено. Вот текст носки. Вот вот JS сейчас летит отсюда. Вот все, что нужно, все осталось. И тут то же самое. цвета MyInfoColor да, а где синий цвет используется, я не знаю, значит где-то используется. Итак, это мы сделали с вами третий файл. но осталось точно так же сделать четвертый. Сохраняем. Сохранить два. Открываем четвертый файл. импортируем импортируем четвертый кусок текста. Флажок стоит. Структура появилась вот по этому правилу. Что это такое за значок, я пока не знаю. сейчас нам надо по поводу с носком убедиться, что все в порядке. Потерянных аж 12 штук. Ну ладно. Что делать не узнаем. Вид макросы. Все готово. Сохранить как 4F и закрыть. импортируем 4F. Вот он. Первый заново. Превразуем стили. Запускаем эту обработку. ее скажем цвет. Ну четвертый текст. Сразу давайте вернемся на место. на место. Текст. Парамет для сносок документа. выбираем наш стиль и приводим сноски к отличному виду. все сноски обработаны. что вот это такой за знак там был. Я не знаю. Но это надо будет посмотреть автором этих текстов. Что там такое было. Ну собственно вот и вся обработка этого текста. этого файла. Он разбит на 4 части. Ну и цирки сохраняем четвертый файл. Все. Надо было конечно запустить еще этот скрипт который у меня от хлама избавляет. Ну ладно что за ценное. Потом запустим. .